Я хотел следующее сказать. Украина за последние три года в борьбе с таким понятием как фальсификация лекарственных средств сделала, пожалуй, больше всех стран Европейского Союза стран СНГ. А именно, я приведу пример, что еще в 2010 году за преступления, связанные с подделкой лекарственных средств, с фальсификацией лекарственных средств, была предусмотрена ответственность в 1500 гривен. То есть это 150 евро. Однозначно несоразмерная ответственность за преступления, связанные с тем, что потенциальные предприниматели подвергали опасности жизни и здоровья наших пациентов, наших граждан, производя и распространяя фальсифицированные лекарственные средства. За последние три года все абсолютно ветви власти нашей страны объединили свои усилия в борьбе с этим явлением. В Верховном Совете в 2011 году появилось такое понятие, как фальсифицированное лекарственное средство, появилась ответственность, прежде всего уголовная, за производство и реализацию фальсифицированных лекарственных средств. А в 2012 году Верховный Совет рассмотрел изменения в уголовный кодекс и значительно ужесточил ответственность за подобные преступления. На данный момент ответственность, которая предусмотрена в нашем уголовном законодательстве, от трех лет до пожизненного лишения свободы. Пожалуй, это самая жесткая ответственность среди стран бывшего Советского Союза и одна из самых жестких ответственностей в Европе. Кроме этого, наша страна первой ратифицировала Конвенцию Медикраем, Конвенцию Совета Европы Медикраем. Это механизм международного взаимодействия в борьбе с фальсификацией лекарственных средств. И недавно состоялась первая международная конференция, которая была организована Советом Европы. Она состоялась именно в Киеве, где Совет Европы призвал страны-члены быстрее присоединяться к этой Конвенции, быстрее ее ратифицировать, потому что в данном случае промедления быть не... Доброе утро. Я буду говорить в английском. Для Санофи очень приятно подписать... Большая честь подписать такое соглашение. И важно сказать, что никто раньше не делал столько для того, чтобы пациенты получали качественную продукцию. В последние годы, его администрация, под его лекарственным средствам, в последнее время делает очень много для того, чтобы пациенты смогли получать действительно продукцию очень высокого качества. И все законодательство, особенно что касается фальсифицированной продукции, все направлено именно на это. Украина действительно на передовых в сфере борьбы против фальсификации, и достаточно много нормативных актов и законодательства было принято для этого. И как гражданин Франции, я могу сказать, что на это обратили внимание даже во Франции. Украина, это одна из первых стран, которые ввели криминальное наказание за подделку. И в Европе также есть поддельная продукция. Европа всегда думает, что она будет защищена против этого, но также там есть фальсифицированная продукция. Спасибо.